Теперь остается нам только ждать, пока система выполнит. Если вы сомневаетесь, что у вас там очень узкие каналы, хочу обратить внимание, что есть ресурс-монитор. Ресурс-монитор позволяет вам мониторить состояние сети. Это Windows Vista, Windows 7. И, соответственно, вот мы сейчас откроем наш дорогой и любимый, вот он запущенный, Photosyns Web Client. Обратите внимание, канал практически не используется, он достаточно миролюбиво относится к работе системы. В данном случае трафик совсем небольшой. При этом обратите внимание, что CPU, конечно, у нас нагружена на 100%, поскольку идет очень активная обработка процессором объектов внутри фотографии. Здесь это серьезно, он извлекает из каждой фотографии все необходимые информации, алгоритмы все срабатывают и так далее. Собственно говоря, вот сейчас он дальше пойдет с работой. Пока у нас работает Photosyns для обработки новой сцены, которую потом мы сможем просмотреть, я хочу показать, что умеет Photosyns вообще. Во-первых, обратите внимание, на сайте вы можете найти массу Photosyns, главное, вы можете найти свои, которые вы уже сделали. Если вы хотите посмотреть на что-то, то вот интересным, например, сценарием является то, что вы можете редактировать уже существующие Photosyns или просматривать их, или вставлять куда-то на сайт. То есть, если вы хотите просто отправить друзьям понравившийся вам Photosyns, здесь хватает того, что вы можете сделать share, где вам предложат линк, который вы должны отправить, собственно, коллегам и друзьям для работы. Если же вы хотите встроить это в свой веб-сайт, опять же, хочу обратить внимание, Photosyns не продается и не поставляется как отдельная технология, которую можно поставить на свой сайт. Все равно движок обработки 3D-модели находится там, на ресурсах Microsoft, вы получаете доступ к облачным сервисам. Зато у нас есть опция «Встроить», и эта опция «Встроить» позволяет скопировать код в виде iFrame, который вы можете вставить, и это у вас будет свой плеер. Таким плеером я пользуюсь, например, у себя на сайте, когда публикую мой блог. Собственно говоря, если вы смотрите эту фотку, то наверняка вы нашли ее, в том числе и через блог. Обратите внимание, blog.stachnet.com. И вот, обратите внимание, как это может выглядеть. Итого, пока подгружается сцена, вот она подгружается, вы можете просматривать, чтобы вы представляли, как это будет выглядеть. Ваши модели сейчас подгрузятся фотографиями, что-то совсем плохо с интернетом. Вот, обратите внимание, масса фотосинксов, которые вставлены у меня в виде модели. То есть, вот он, модели 3D. И, соответственно, различные сценарии. А вот и наш оперный театр, где мы можем подробнее посмотреть, что же оно такое. Это Одесский оперный театр. Да, канал связи не очень. Вот такой вариант посмотреть. Ждем, когда подгрузится. Вот вариант с фотографиями. А что у нас есть? А может, у нас есть вот такая фотография. Конечно, у нас есть вот такая фотография. И, что интересно, еще в фотосинкс можно выполнить командочку Overhead. То есть, посмотреть сверху, мы увидим всю модель, которая присутствует здесь. Обратите внимание, вот в данном случае вот этот вот набор пикселей, вокруг которого есть же мышка. Это не что иное, как некий дом, вот стоящий на углу. Вот вы его вдалеке сейчас видите. На маленьком. Вон он. Второй возле окна. А вот, собственно, обратите внимание и вход. То есть, в оперный театр. И масса подробностей. Вот она подгружает, подгружает, подгружает. Если оставить его надолго, вы сможете рассматривать все в подробности. Посмотрите, сколько подробностей подгрузировано. Благодаря как раз тому, что много сделано фотографий. В том или ином ракурсе, соответственно, деталей хватает для такой сцены. И эта сцена полностью практически реконструируется. Мало того, вы можете посмотреть не только сверху Overhead, но и, так сказать, набор облака точек. А облако точек будет представлять из себя, из того ракурса, с которого была фотография, набор действительно точек, которые воссоздает картину. Вот, обратите внимание, таким вот образом. А если таким вот образом? А покажи нам вот такое облако. Настолько вот качественно проработалась, профотографировалась модель, что мы можем практически целиком рассматривать до детального воплощения. Что вот так вот, если... До детального воплощения, что же здесь у нас присутствует. Это, кстати, деревья, если я не ошибаюсь, которые предстоят там, возле оперного театра в Одессе. И, соответственно, кроме всего прочего, мы можем это все дело отредактировать. Процесс редактирования позволяет нам сделать несколько вещей. Первое. Это привязка. То есть, кроме названия, мы можем еще привязать к географической какой-то точке. Это геотеггинг. Выполняется он в два этапа. Первый этап – это просто тех, который устанавливается как точка на карту. Второй этап – вы видите, сейчас карта подгрузится. Вы видите, собственно, вот эту большую серую полосу. Это так называемый alignment. Alignment позволяет вам развернуть, установить сцену так, чтобы она привязывалась непосредственно к той части объектов, которые у вас присутствуют на схеме. Зачем это нужно? Обратите внимание, каждый пользователь, который, допустим, по геотегу найдет в Одессе через карту Bing Maps ваш объект, после этого сможет его приблизить. И вот, чтобы он приблизил его не просто так, а увидел, с какой стороны это было сфотографировано, как это выглядит. И нужен alignment, чтобы развернуть его на карту. И когда вы alignment сделали, тут будет масса возможностей расширить, добавить и тому подобное. Вы можете сделать тест. Посмотрите, насколько правильно и корректно был выполнен alignment. И теперь мы видим. То есть вот то, что увидит конечный пользователь, если вы правильно привяжете систему. И здесь, если посмотреть на то, что называется Bing с картами MapsBing.com, хочу обратить внимание, что у меня Bing переключен в режим сейчас Silverlight. Если мы используем режим Silverlight, то полностью карты Bing построены будут на Silverlight. Переключатель есть, я покажу его сейчас в системе. Вот наш Bing подгрузился почти. Не хватает все-таки каналов связи. Кто-то активно в отеле, где я сейчас нахожусь во Львове, работает, похоже, в интернете. И, собственно, вот здесь в правой колонке будет Try New Bing. Вы сможете переключиться, собственно, в Try New Bing. А что это нам даст? А это нам даст, обратите внимание, так называемый Maps Application. Bing Maps Application. Эти аппликейшены позволяют вам выполнять различные действия с картами Bing. Например, тот же Photosync. Если есть геотегом привязанные сцены или панорамы, вы сможете увидеть все присутствующие у вас на карте сцены. Обратите внимание, в данном случае мы тут видим массу различных приложений Bing. Вот в данном случае Photosync. Вот есть Twitter. Ну, давайте посмотрим пока Photosync. Открываем Photosync. Сейчас он подгружается на карту. И мы будем сразу видеть не просто карту, мы будем видеть карту вместе с всеми сценами, которые присутствуют в том или ином месте. Вот, ну, это неинтересно для нас сейчас в Сиэтле. Мы тоже Одессу попробуем найти. Вот обратите внимание, в Сиэтле вы видите ни много ни мало 437 Photosync с 45 тысячами фотографий. Продолжение следует...